Здравствуйте! Это конференция, получается, с советских времен вы их проводите. А в чем их значение вообще? Для чего они проводятся? Вы знаете, более 30 лет назад Красноярское художественное училище вышло с инициативой создания методического объединения художественных училищ Сибирского федерального округа. Инициатива была поддержана. Красноярское училище возглавило методическое объединение, став его координационным центром. И вот уже на протяжении более чем 30 лет ежегодно мы собираемся на научно-практические конференции. И в рамках конференции проводится выставка-конкурс работ студентов наших училищ. Вот в этом году 30-я юбилейная была научно-практическая конференция и 20-я юбилейная выставка-конкурс студенческих работ. То есть сначала стали встречаться в рамках методических обсуждений, потом возникла идея выставлять работы наших студентов, чтобы тоже смотреть, как выглядит то или иное училище на уровне Сибирского округа. Поэтому, конечно, хочу сказать, что вот такое методическое объединение, оно уникально в своем роде, потому что ни в Центральной России, ни Дальний Восток, допустим, не может похвастать таким содружеством художественных училищ. Я даже хочу сказать, вот почему сегодня статус этой конференции стал межрегиональным. Начиналась-то она как региональная конференция, Якутское художественное училище, хотя территориально они относятся к Дальнему Востоку, но они высказали желание участвовать в нашем методическом объединении. То есть расширяете, да, конечно. Совершенно верно. И если сначала в метод объединения вошли только художественные училища, то в последние годы к нам присоединились и колледжи искусств. И вот таковым является Кызылский колледж искусств, художественное отделение этого колледжа. И вот буквально три года назад к нам примкнул Новокузнецкий колледж искусств, тоже в лице своего художественного отделения. Скажите, а вот эта выставка о работах ваших студентов, там вы выбираете, может быть, лучшие работы? Совершенно верно. Вот для чего это все тоже происходит? Каждое училище везет определенный набор участников. Есть определенные требования к участнику. То есть каждый студент должен представить не менее двух работ по академическому рисунку, две работы по живописи и композиция на какую-то тему с разработками, то есть с поисками, как студент вышел на итоговую композицию. Ну, мы традиционно как бы ограничиваем не более десяти участников, но получается фактически, что каждое училище привозит больше, потому что, конечно, хочется выставить больше ребят. Жюри работает в рамках этого конкурса, представитель каждого учебного заведения входит в состав жюри. Председатель жюри – это председатель совета директоров нашего методобъединения Сергей Викторович Гурьев, это директор Красноярского художественного училища. И вот жюри с обходом проходит каждое училище, и это тоже некое такое методическое совещание, где мы оцениваем и смотрим сильные и слабые стороны того или иного студента. И иногда, знаете, бывают прямо такие битвы, да, и присуждаются традиционно диплом первой степени, диплом второй степени, диплом третьей степени и диплом участника конкурса. И бывает, конечно же, когда не дается никакого звания, потому что, ну, работы не дотягивают по своему уровню. То есть все по-честному. Да, совершенно верно. Очень объективно. А вот скажите, вот эти конференции, они проводятся в разных городах? Совершенно верно. А в Барнауле часто проводятся? В Новоалтайске часто проводятся? Вот, вы знаете, исторически сложилось так, что нам выпала честь встречать у себя юбилейные конференции. И более того, они совпадают у нас с нашим юбилейным годом. И вот фактически 2016 год для нас юбилейный, нам исполнится в сентябре 45 лет. И вот этим мероприятием, таким значительным для нас, тоже 30-я юбилейная научно-практическая конференция, мы фактически открыли наш юбилейный год. В прошлом году мы встречались на базе Новосибирского художественного училища. До этого был Красноярск, то есть принимающие стороны – это художественные училища Сибири. Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Кемеровский областной художественный колледж и мы. Вот 45 лет, вы, наверное, старейшие, нет, в Сибири? Нет, в Сибири мы не старейшие. Старейшее художественное училище Сибири – это Иркутское художественное училище, ему уже более 100 лет. Но вот, к сожалению, в этом году иркутяне не смогли приехать на нашу конференцию, у них выдался очень сложный финансовый год. Это связано с тем, что им дали новое здание. Раньше они вместе с музыкантами занимали помещение, с музыкальным училищем выделили новое здание, но оно новое для них, но не новое в принципе, в техническом смысле. И, конечно же, столкнулись с большим объемом технических работ, необходим был ремонт, реконструкция. И, в общем, из таких соображений просто не выделилось средств, чтобы приехать и принять участие. — Наша жизнь вносит определенные коррективы в популярность тех или иных профессий. Вот Вы готовите, я так понимаю, конкретно живописцев, художников, да? Насколько это сегодня востребовано? Больше, меньше к Вам поступают молодежи, студентов? Может, какие-то специальности новые появились? Вы знаете, востребовано. Вот училищу 45 лет. На сегодняшний день мы выпускаем специалистов по двум специальностям. Это живопись по видам, и наш вид — это станковая живопись, и дизайн по отраслям. Мы готовим дизайнеров-средовиков и дизайнеров-графиков. В 2011 году вышли новые образовательные стандарты. До этого момента продолжительность обучения на специальности живопись была 4 года 10 месяцев. То есть, фактически 5 лет студент учился, чтобы стать художником-живописцем. И у него в квалификации изначально был художник-живописец-преподаватель. Дизайнеров до 2011 года мы выпускали из квалификации дизайнер. И вот 2011 год принес нам новые образовательные стандарты третьего поколения, в которые квалификация дизайнеров изменилась. Помимо того, что они у нас дизайнеры, к ним в квалификацию добавилась преподаватель. И я думаю, что это неплохо, потому что государство заботится... Ну и расширяет возможности для трудоустройства этих ребят. Совершенно верно. Спектр их приложения расширяется значительно. Тем не менее, конечно, для дизайнеров стало новинкой то, что им пришлось пойти на педагогическую практику, потому что, естественно, ребята, поступая к нам, они видят себя исключительно дизайнерами и никак не педагогами. Но, тем не менее, после прохождения педагогической практики очень многие говорят, а я хотел бы работать с ребятами, я хотел бы преподавать в детской школе искусств. Конечно, неизвестно, как жизнь у человека сложится, потому что он думал, может быть, он будет заниматься только живописью, а жизнь носит свои коррективы. И он говорит, слава Богу, что у меня есть профессия, которая мне на кусок хлеба всегда даст. А вот что касается художников-живописцев, вот если специальность дизайн по отраслям, сегодня, в общем-то, многие учебные заведения среднего профессионального образования реализуют программы по специальности дизайн по отраслям, не только художественное училище на Валтайское. А вот специальность живопись по видам реализуется только у нас. То есть художников-живописцев в Валтайском крае готовим только мы, больше нигде не готовят. И, видимо, этим как раз и обусловлен достаточно высокий конкурс. Хотя, конечно же, нельзя не сказать, что вот 2011-й особенно был провальный год в плане приёма, хотя у нас никогда не было недобора. То есть контрольные цифры приёма мы выполняем всегда. Но если вспомнить годы, когда конкурс в художественное училище был 6-7 человек на место, то вот в 2011 году как раз демографическая яма, так называемая, да, и, допустим, 32 человека мы набирали, а подано было всего 47 заявлений. То есть практически взяли, ну, каждого, кто пришёл и прошёл вступительные испытания. Сейчас ситуация меняется в лучшую сторону, и это очень отрадно, потому что вот, допустим, динамика 2015-го года поступления, если в 2014 году пришло 50 абитуриентов, то в 2015 году уже было 70 заявлений, набирали 32 человека. То есть не такой, конечно же, высокий конкурс, но тем не менее. Конечно, то, что в художественное училище уже 45 лет находится в Новоалтайске, ну, наша огромная мечта и надежда, с которой мы не расстанемся, наверное, никогда, это быть переведёнными в краевую столицу, конечно же, потому что... Постоянно идут разговоры, вполне возможно, что ваша мечта и надежда... Нет, мы надеемся на это, и я думаю, что Управление по культуре и архивному делу сделает всё возможное, потому что этот вопрос не снимается с повестки дня никогда. И вот, чтобы как-то облегчить нам судьбу, да, потому что мы, естественно, хотим вывозить наших ребят и на выставки, которые открываются в ведущих залах, в галереях, в музеях Барнаула. Нам в 2012 году на 40-летие училища учредитель подарил новый автобус на 25 посадочных мест. И, конечно же, сегодня мы имеем возможность не только ездить в Барнаул, но и самое-то важное – выезжать на пленерные практики. И это даёт нам возможность сегодня выезжать на пленер не только летом, но и мы можем, вот, допустим, в расписании выставляем так, что делаем день самоподготовки, ребята садятся в автобус и поехали писать зимние этюды, чего раньше, допустим, мы себе позволить не могли. И вот конференция, которая у нас прошла, все коллеги отметили, ни у одного художественного училища в экспозициях зимних этюдов пленерных не было. И все сразу же сказали, Новоалтайск, ну, у вас прямо вы новаторы, вы пионеры в этом деле, мы тоже так будем теперь, вот, будем равняться на вас, и тоже это замечательно, конечно, что есть такая возможность сегодня. Жанна Александровна, ну, большое спасибо вам за беседу, удачи вам и до новых встреч. Спасибо. Спасибо, всего доброго. Я напоминаю, что у нас в гостях была директора Новоалтайского государственного художественного училища Жанна Александровна Латенко. Спасибо за внимание, до встречи.